Доброе утречко! Ну, кто хотел непростых разговоров? Сейчас поговорим. Почему всегда избегают темы политики, религии, всяких таких тем на канале, а тут она невольно меня коснулась. Очевидно, моей необразованности, потому что я купила шкатулочку, она не была такой какой-то значок, похожий на восточный узор. И я так и сказала, оказалось, что это герб Украины. Ну, он не совсем точно, потому что герб Украины, я потом посмотрела, он более такой вытянутый, вертикальный, а этот немножко приплюснутый, но тем не менее, отхватила по полной. Вежливые люди просто написали, что это герб Украины, а кто-то уже написал, типа, как вы можете не знать. Могу не знать, потому что я не живу на Украине, я живу в Латвии, у нас свой герб. А вы знаете герб Латвии? Это там червленый лев, серебряный грифон и много всего другого интересного. Или герб Молдавии, или герб, я не знаю, какой-то еще страны. Конечно, может быть, и есть очень образованные люди, которые знают все гербы, но это, скажем так, скорее было мною понято, как некая нетерпимость к тому, что я недостаточно отдала дань, честь, внимание этой ситуации. Ладно, назовем это так. Вот, в общем, отсюда у меня как раз вот возникла тема такой вот нетерпимости к чему-либо, неважно. Она чаще всего бывает именно связана с политикой, с религией очень, потому что там вот фанатиков безумных, конечно. Попробуй скажи, что что-то у тебя, так сказать, не соответствует вот той секте, или той группе, или еще кому-нибудь, и тебя что-то там не тапками закидают. Неизвестно, что с тобой сделают. Я задумалась о природе, об источнике какой-то такой сильной нетерпимости. Почему? Мы же иногда даже и в быту, и в обычных вещах тоже не можем принять что-то, да, и тогда возникает вот это непринятие, нетерпимость. Хорошо бы вот докопаться до этого источника, откуда он в нас появился, от того, что мы разные, от того, что нам хочется, чтобы было так, как хочется нам. Это очень прослеживается на многих, даже бытовых видео, когда ты что-то показываешь, и начинается, зачем вот вам столько, или зачем вот вы это, а зачем, почему вот так, а вот это лучше. Это меня всегда так удивляет, что люди настолько взволнованы тем, что чужая жизнь не соответствует их жизни, их представлениям о жизни, и от этого возникает вот какое-то раздражение, оно перетекает вот в какую-то нетерпимость в конечном итоге, в неприятие, и рождает впоследствии самые всевозможные негативные эмоции по отношению друг к другу, и люди никак не могут принять, если бы мы могли принимать то, что каждый имеет право, может думать, жить так, как он хочет, так, как ему кажется правильным. Ох, откуда же наши души пришли? И, наверное, совершенно, если принять, что существует переселение душ, то, наверное, мы пришли с очень разных мест, с разных планет, где-то более воинственных, где-то очень мирных и спокойных, и, конечно, надеюсь, что Земля – это не какая-то исправительная колония, не чермак, куда нас отправили замаливать грехи, какие-то наши совершенные в других воплощениях и исправляться. Получается, что мы не исправляемся, мы дальше продолжаем. И, знаете, это очень даже не грустно, а как-то так безнадежно на самом деле. Понимаешь, что ничего вот так, смотря на историю человечества, на эти бесконечные войны, то за религию, то там за территорию, то еще за что-нибудь, за просто право командовать другими, владеть там, и становится так… Мне стыдно за человечество, потому что мы ни к чему хорошему не пришли за эти столетия, тысячелетия своей истории, потому что это были просто бесконечные разборки за территорию, за деньги, за власть, может быть, даже за женщин иногда, воины, и в такие более ранние времена. И становится крайне грустно, потому что понимаешь, что все так будет, наверное, продолжаться и дальше. Ничего не ёкнет внутри, никакое понимание не придет, и действительно начинаешь воспринимать Землю как некое место, куда тебя сослали, как… Ну, возьмем такие простые, понятные всем слова, а ты рай, да? То есть здесь далеко не рай. Вот вроде бы рай, потому что природа и все, оно же настолько дает возможность, пожалуйста, живи, радуйся, восходит солнце, вырастает урожай. Прокормиться здесь можно вообще без проблем, на больших территориях, конечно. Исключим там какие-нибудь, где нет воды, где снега там большую часть. Ну, в принципе, Земля как планета, она прекрасное место. А что мы вообще с ней делаем? Что мы делаем со своими жизнями? Что мы делаем с жизнями других людей из-за вот этой нетерпимости, из-за желания, чтобы было так, как мы считаем нужным? Наверное, мы добьемся в конечном итоге того, что прилетит какой-нибудь волшебник в голубом самолете. Ну, короче говоря, если есть какой-то высший разум, какие-то... Я их не видела, поэтому не скажу, есть они или нет. Но что-то наверняка должна быть какая-то высшая справедливость, потому что они посмотрят, посмотрят, что мы здесь творим, и переобнулят весь этот мир. Вот все, чего мы можем добиться своим поведением, как мне кажется. И ведь, что интересно, каждый человек отдельно взятый, наверное, хочет жить в мире, никто же не хочет воевать. Хотя, ну, может быть, есть люди, в которых агрессия настолько, что они там воины где-нибудь, в параллельной реальности, и им нужно только воевать и биться. Но я думаю, что большинство людей все-таки стремится к тому, чтобы просто мирно, тихо, спокойно жить. Растить детей, порадоваться, как все в доме тихо, спокойно, хорошо, мирно. И, тем не менее, мы этого не делаем. Я не знаю, почему мы такие. Я не хочу быть такой. Поэтому даже споры из-за этой шкатулки меня настолько, честно говоря, удивили, что даже вот в этой мелочи людям было сложно проявить понимание и какое-то снисхождение, скажем так. Вы хоть знаете, что есть такие слова? Понимание, снисхождение. Мне кажется, мы стали настолько действительно нетерпимыми, что мы заслуживаем что-то плохое. Я уже за то, чтобы тут пришла большая волна и всех нас смыло с этой планеты. Потому что, может быть, те, которые придут потом, они хотя бы какое-то время будут понимать, что надо жить правильно. Такой вот непростой разговор. Совсем непростой. Потому что он начинается с каждого человека, с его семьи, с мелочи, с какой-то... Вчера я там наткнулась на какой-то фильм, очередной сериал, по-моему, называется «Частная жизнь». Я его не смотрела, но почитала в аннотации, что там о насилии в семье. И вот, пожалуйста, все начинается оттуда, с семьи, с близких, с твоих детей, друзей. Там, если ты не можешь даже на таком уровне наладить нормальную жизнь и отношения, то что говорить уже на уровне государственном? Да, это не добавляет эти, конечно, разговоры хорошего настроения. И, собственно, и сказать-то тут особо нечего добавить. Ну, я думаю, вы обязательно что-то в комментариях напишите. Только, опять же, прошу вас, проявляйте по отношению друг к другу терпимость и понимание. Потому что не хочется, чтобы хотя бы... Хотя бы вот на моем канале, чтобы не разжигалось все это, и я буду как пожарный стоять с бронзбойтом и тушить. То есть пресекать всякие разные резкие разговоры. Ну, а как иначе? Кто-то же должен это делать. Вот такое вот утро. Такие вот разговоры. Хорошего вам дня, спокойного. И понимания, и принятия, и сочувствия. И всех тех самых лучших качеств, которые в людях тоже есть. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok